Фонд развития культуры и искусства Узбекистана представил гастроли национального балета «Лязге. Танец души и любви» в Стамбуле. Долгими овациями публика приветствовала новую танцевальную постановку из Узбекистана. Проект создан в сотрудничестве с командой исследователей из историков танца из Узбекистана, возглавляемой народной артисткой Геофармат Якубовой и хореографом Гульнары Мусаевой. Более подробно о легендарном танце с 3000-летней историей далее в программе. Лязге. Этот танец на протяжении веков сохранялся и передавался поколениям. Он создает динамичный образ слитного единства человека и природы, поэтическое обобщение вечных, неприходящих ценностей жизни. Своим волшебством, притягательностью и яркой палитрой красок танец «Лязге» завоевал и мировую сцену, являя собой высокий образец подлинного искусства, объединяющего разные народы. Трехтысячелетняя история «Лязги» окутана легендами и мифами, что делает этот танец мифическим и загадочным. Он и по сей день остается лучшим способом выражения любви, доброты, жизнелюбия и общности духа, столь присущего жителям харизма. Танец «Лязги» в 2019 году ЮНЕСКО включило в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Особое внимание государства уделяется «Лязги» и сегодня. Он вновь пользуется большой популярностью во всем мире. Турне национального балета Узбекистана «Лязги. Танец души и любви» продолжает колесить по миру, все больше влюбляя и покоряя сердца любителей искусства. Следующей локацией стал Стамбул. Презентация танца «Лязги» состоялась на сцене нового культурного центра «Ататюрка». И здесь тысячи поклонников встретили его с большими овациями. По инициативе Министерства культуры и искусства немецкий хореограф Раймонде Ребек, народная артистка Узбекистана Гавхара Матья Кубова, выступив в спектакле, поставленной балетной труппой и танцорами Государственного академического Большого театра имени Алишер Наваи, а также большой труппой японских и британских музыкантов и мастеров сцены смогли покорить турецкую публику. Постановка национального балета «Лязги» была действительно прекрасной. Мы вместе с узбекской диаспорой в Турции получили большое удовольствие от увиденного. Можно сказать, что совершили путешествие в историю древнего танца «Лязги». Своеобразие нового современного облика художественной формы, гармония музыкальных орнаментов, танцевальных движений произвели совсем другие впечатления. Мы благодарны за такую инициативу. Безусловно, подобные проекты и культурные программы очень важны с точки зрения дальнейшего укрепления дружеских связей между Узбекистаном и Турцией. Наши узбекские соотечественники с большим интересом встретили это событие. И мы бы хотели продолжение подобных мероприятий. «Лязги» — танец души и любви. Судя по названию спектакля, музыка, льющаяся из глубин сердца и души. А динамичные и пластичные движения будто рассказывают историю любви. Эта история, вобравшая в себя народную мудрость, национальной обычай, традиции трех тысячелетий в одном спектакле, который притягивает и вдохновляет каждого. В проекте «Лязги» я выступаю в роли души, женской души. И, конечно, безусловно, это одна из полюбившихся мне ролей. Настолько нежная, настолько хрупкая, но и в то же время, как и любая женская душа, она имеет стержень и свою силу. И мужчина следует по пятам за женской душой. И я безумно благодарна Фонду культуры и развития искусства на то, что это уже вторая страна, где у нас предоставилась возможность показать этот потрясающий, неординарный и ни на что пока не похожий спектакль «Лязги». Я так думаю, конечно, ложится еще большая ответственность, потому что все-таки мы сейчас представляем культуру нашей страны. Мы как настоящее знамя культуры, которые приехали сюда, в Турцию, и не посрамить Узбекистан, но я так думаю, что у нас все получится сегодня. В балете «Лязги» я исполняю партию любви. Именно состояние души женщины, что она испытывает. Очень интересно было работать над тем, чтобы показать зрителям правильно именно состояние любви. Не то, что я человек, а то, что я вот эта эмоция, она бывает абсолютно разная. Любовь бывает крепетная, хрупкая, бывает такая страстная. И от спектакля к спектаклю состояние всегда меняется. И очень здорово, что Раймонд Рэбок, постановщик, он всегда говорил, ищи внутри себя именно это состояние. Зритель должен почувствовать от себя энергетику. И говорил, давайте, дайте всю энергетику зрителю, пусть пройдет этот обмен, пусть будет магия. Признание прекрасного танца на мировой арене, его успех и популярность придают артистам еще больше вдохновения, восхищения и прекрасного настроения. Непередаваемые чувства, которые испытываю сейчас, я так думаю, что я могу сказать это за каждого артиста, это потрясающие чувства счастья и гордости за нашу страну, за нашу культуру, а самое главное, за нашу танцевальную культуру. Что у нас предоставилась такая возможность показать в этом потрясающем культурном центре наш спектакль, который уникален во всех смыслах, начиная от музыки, сценографии, хореографии, костюмами, потому что это была большая работа. Как богат узбекский танец и на каком высоком уровне классическое искусство в Узбекистане. С целью продвижения национальных ценностей на мировой арене Фондом развития культуры и искусства Узбекистана в ноябре прошлого года спектакль национального балета «Лязги. Танец души любви» впервые был представлен в опере Дубая. В списке гастролей место занял Истамбул. А на следующей неделе, 28-29 июня, новая интерпретация хореземского танца с демонстрацией самобытных традиций узбекского народа будет представлена любителям искусства в рамках 60-го международного фестиваля Бурсы.